Всем снова привет. Давно не делал интервью, давно не делал интервью с русским, давно не делал живое интервью. И помните Райана, который наложил свои клики нормально только один раз, а теперь очень много людей в РК реально продолжают их накладывать. И главное, делают это всё ещё нормально. А теперь Райан меня удивляет. Во-первых, он бросил читы, во-вторых, у него новый канал, а в-третьих, он попал в команду экспоузеров. И я это даже не сразу понял. Просто в один момент в беседе выяснилось то, что он Райан и все дела, и у него новый ник. И вообще вот так вот попал сюда, стали нормальные дела, да. Я решил взять у него интервью не просто там, когда ты начал играть в ГД, кому это интересно. Давайте возьмём интервью после того самого стрима, что же всё-таки это было. То, что многие нарекли постановкой, многие нарекли это рофлом от Райана, а многие поверили во всё это. И получается были правы, это капец. Вот тот самый Райан, который или Рэйби, что же мы сейчас войдём к нему в войс. Фух. А чё фух-то? Привет. Привет, привет. Давно не виделись, давно не слышались, да? Относительно. Относительно чего? Относительно по-встрима. А-а-а. Почему мы внезапно начали сейчас оба обоюдно скрывать то, что только что мы были в войсе и настраивали звук? Причём мы бы спалились, потому что написано Эрили начинает звонок в 19.15, сейчас 19.22. Ну, даже не знаю, честно. Ну, получается, мы сейчас сделали конфэшн. Хорошо, конфэшн. Кстати, после того самого стрима, о котором мы сейчас будем говорить, конфэшн и не было. Почему? А-а-а. Да, я немножко заступлю, касаемо чего конфэшн? А-а-а. Леги-тости Райаном. После того самого пруф-стрима. Честно сказать, я пытался, как-то хотелось, не знаю, страшно было, как вообще находиться. В смысле, что? Потому что, ну, честно, казалось то, что, что-то, не знаю, лично что-то скажу, и всё вообще не так пойдёт, как хотелось бы. В смысле, а как хотелось бы с того самого стрима, где всем всё стало понятно? Ну, я думал, то, что хейт, то, что это ещё вообще не предел, то, что хейт вообще больше будет, намного больше. Но всё равно ты должен был понимать, то, что люди, которые видели этот стрим, они в любом случае расскажут тем, кто это не видел. Ну, это понятное дело. Ну да, ну, для упорства Райана нифига не понятное. Хорошо, давай. Идя на тот стрим, на что ты надеялся? Как ты собирался вообще всё пруфануть? Ну, изначально, я надеялся на то, что, ну, у меня получится пруфануть легендность, вот. Но резко я решил поруфлить как-то с хейтеров. Потому что, ну, очень запустилось, перестарался, можно сказать. То есть, вон та практика Винди Ландскейп, допустим, в 90 попыток, это реально практика или нет? Ну, насчёт Винди Ландскейп, я тогда обманул насчёт FPS. В этом было не 60 FPS, а где-то под 15 где-то. Ну, и пытался, конечно, в некоторых моментах специально умирать. Этого я совершенно не ожидал, если честно, но окей. Но первая мысль, которую ты озвучил, то, что у тебя очень сильно лагало в тот момент, да? Да. И знал ли ты до этого то, что у тебя так будет сильно лагать? Предполагал, потому что, как бы, демонстрация экрана на мобиле, очень странная вещь. Но может то, что ведь, ну, то в 60 FPS, то, не знаю, то в 15 вообще, то в 0 FPS. Вообще нестабильная. Очень интересно, очень любопытно. И, то есть, ты предполагал это и всё равно на что-то надеялся? Как ты порфанул бы, если ты хотел полуиздеваться над хейтером, а также у тебя лагало? Ну, я, грубо говоря, играл в русскую рулетку, надеялся, что не будет лагать. Там рандом чистый. Будут у тебя лагать или нет? А почему ты не сказал просто то, что у меня лагает и всё, типа, идите нафиг? Ну, это я тогда уже решил потроллить. Думал, то, что это нарко только будет моя. Да, уж, я не знаю. С одной стороны, мне стало грустно то, что, как ты сказал, на стриме ты троллил, а с другой, даже не знаю, ну, с другой стороны, ты теперь не тот отморозок, который был. Ну, да. Хорошо, волновался ли ты на стриме? Ну, когда хотел профануть легендность, да. Боялся то, что буду очень сильно набить там. То же самое, ну, ты понял. Вот. Ну, а после того, как решил рофлить с хейтеров, ну, боялся перестараться, вот опять же, да. Что, собственно, и получилось. Перестарался. Ну, получается, этими двумя ответами ты ответил на четвёртый вопрос. Типа, многим казалось, что это постановка. Вторым, что ты рофлишь. И как всё было, на самом деле, вот в чём заключался вопрос. И ты, в принципе, дал уже на него ответ. То есть ты хотел реально профануть, но у тебя началось сильно лагать, и ты решил просто по полной валять дурака. Верно? Можно и так сказать. То есть, и это, получается, много объясняет, потому что вопрос номер три гласит, почему на стриме ты был очень странным, и сейчас будто другой человек. Ну, хотя, даже с учётом рофлов своих, всё-таки странность не исключается. Почему она была? Можешь вопрос повторить сейчас, прослушивая немножко? У меня какие-то флэшбэки на стриме так же говорил, когда я что-то тебе задавал. Да, я что-то тебе отвлекаюсь. Я отвлекаюсь. Хорошо. Вопрос заключался в том, почему ты так резко изменился, то есть, ты был читером, был странным человеком, а сейчас ты вон кто. Напоминаю, те, кто не знаю, сейчас это, получается, человек, который называет себя контент-мейкером, который попал в команду экспозиторов. В смысле, не знаю, я это в начале видео говорил, так что да. Ну, вообще, после того про стрима, на меня свалилось прям полно, прям много хейтеров. Вот хейт прям как читера. Ну, хейт, кстати, был, перебью тебя, очень странный. Тебе просто все писали, то, что у тебя нормально наложено. Неужели это можешь сломить человеком? Мне даже не это. Мне просто писали то, что какой я даун, типа рофлили с меня, идиот какой я. У меня даже войска постоянно спами лед. Кто-то даже смерть жила. Это еще кто? Да это, наверное, какой-то, я не помню, он этого никому был на английском, с перемешкой с русским буквами. Очень интересно, ты настолько гуру, что отличаешь русские, получается, буквы от немецких. А если это буква Е, а если Эй, как ты вообще понял, то, что они русские? Там английская Рэ была, я помню, и русская Д маленькая. А, так понятно, хорошо. Так, получается дальше. Тот самый момент. Ты понимаешь, о чем я? Че это было? Ты про нормально наложено? Да, у тебя даже клики херово наложено. Ну, как бы тебе сказать, так мысли-слух, скажем так, потому что я пытался одновременно и продумывать свои ответы на... и пытался-то одновременно вот предыдущие отговорки говорить. И знаешь, так получается, то, что человек одновременно пытается и думать о чем-то другом, и говорить, ну, и получается, он озвучивает свои мысли, вот, скажем так, мысли-слух, опять же. А вот послух, то, что тебе кто-то хакал, то есть кто-то помогал, а вот тут, получается, ты уже признаешься в том, то, что накладывал клики ты сам. Так кто-то тебе помогал или ты полностью сольный проект? Полностью сольный. Хорошо. Дальше. Какой твой реальный скилл в ГД? Ну, недавно фаверворк вообще прошел первого умеря. А, который медиум-демон. Да, конечно, медиум-демон, да. Не исключено, в прутке про нормально наложены клики, вот. Перенупреждаю зрителей, я все, кто так пишет, всех в банке, да, вот. А, ты маразм у нас. Просто он обычно, тех, кто не согласен, он что-то быкует, он сразу их банит, нахер они нужны, типа. Ну, да. Ну, хорошо. Дальше. Почему ты решил влиться в команду экспоузеров? Сипаночку, подожди. Опять флешбеки, какой-то замученный микрофон, Райан куда-то уходит. Сейчас включится демка, и он нам покажет свой провод от мышки. Тун-ту-тун-ту-тун-тун-тун-тун-тун. Я вернулся показать демонстрацию экрана, вот, сейчас буду прутать. Чё, прутать? Ничего, ничего, забей. Вот, вопрос. Можно? Дрогировался в другую реальность на секунду, или это у меня галлюцинации вы флэшбэчные я почему-то решил влиться в команду экспозеров то ну вообще как-то подъело читерство если честно потому что у меня буквально каждый день было одно и то же как бы я пытался как-то хакать по 10 там тире даже было 15 часов пытался хакать как-то текло уровень вот пытался как-то учиться хэнд к нормальный делать просто это элементарно надоело захотелось правосудия таких как бывшие я истреблять что-то будет движет как можно 15 часов сидеть и хакать это же скучно нет первое время это было интересно на самом деле познавательно как-то для себя не знаю я почему-то ходил это интереснее чем легит играть ну как-то так учился вот я чё еще раз потом превратилось это все в рутину ну типа того окей понял откуда сами познания в читах из личного опыта да как я понял смотрела я на тот момент короче я смотрел легитное видео и ну очевидно хакнутые видео короче я сравнивал их и короче ну выявлял ошибки в общем и думаю как их справлять опять же вот магии часы оси делай хакал просто и просто могли от случайной мысли прийти также 40 процентов информации я вообще брал свой канал так то из их экспортов а вот я вот сейчас зашел на канал райана получается телефоны и там был момент когда он типа умер это что такое я даже забыл об этом даже забыл спросить об этом не записал этот вопрос и сейчас вот он у меня возник выкладывать или что или именно умер ну вот какая-то инфа была типа он прошел за голом а но он пропал его инфа через сервер гднюса то что райн типа сдох у меня это на самом деле больная темп потому что мне за нее но стыдно прям очень уж это же тогда давно был и я хотел короче хайпануть на чьей-либо смерти по смерти человека которого не существует просто смерти райана одновременно и хайпануть и как-то красиво ливнуть из игры хотелось но сейчас я прекрасно понимаю то что это дебилизм полный прям кошмар осуждаю такое я тоже с какой целью в принципе ты 4 и почему ты так вот легко решил дропнуть райана вообще хотелось внимание как все так возможно популярности слайера и вот допустим кто сам дольфи популярно очень свое первое сплощи хотелось что такого вот вернулся титерсону опять же потому что как бы надоедает начинал постепенно и тогда я мог вообще как-то левнуть даже с года но вы там допустим голосу что в основном было два канала и как раз таки когда раян уж уходил второй канал продолжал активить райан был это как бы вот интересно вы счет какой конкретно вопрос насчет двух каналов а почему можно чем два канала может их даже больше нет у меня вообще по сути три канала была я собирался третий проект запускать параллельно видя intac и райан но до третьего канала как тоже руки не доходили потому что ну я уже сказал а интег это был канал для хаков на мобиле на мобиле только вот изучать начинал хаки а вот на пока я уже умею что-то вот и как мы хотим как-то разнообразил то есть им так это мобайл слэйр очень скилловый а райан это непосредственно пока слэр мы были конечно филерные похождения на канале рая с мобила веневинской тоже или кп погоди 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 следуя логике райан пока слэр интег мобайл слэр а третий канал кто на иксбоксе играет или на телевизоре третий игрок не то он должен быть челлендж слэром мобайл игроком и одновременно ну пока слэром то есть в чем фишка челлендж слэров ночью лишь сверху его короче в очень маленьком фс проходить что и типа это какую-то какое достижение интересно богу он допустим не знаю виска например какой-то адрес под 15 фпс подстроены ничьейся такой счет планировал так получается полностью личность твоя в комьюнити и даже на том стриме построена а что скажешь про обычную жизнь сколько тебе лет на данный момент 17 лет 17 я думал почему 16 ну хорошо получается есть ли какая-то параллель между образом в гд и в жизни может быть там тоже ведешь какие-то не три канала читерских от 3 каких-то проекта по отниманию денег в школе немножко не понял вопрос чего означает и походы какие-то жизни или что-то какой-то ответ был короче у тебя на стриме когда ты не понял у тебя было и чё зачем еще что-то было вот ты видимо его забыл сейчас я его сейчас очень сильно ожидал но повторяю вопрос есть ли параллель между образом насколько ты такой же по сути человек в жизни как и в гд в гд ты читером был то есть обманывал вообще я в жизни довольно тихий человек будут когда в школе учился как бы тише всех был просто не знаю на перемене он допустим опрос тихо сидит он может рисовать что-то в татке или в гд может играть наушниках а в отличие от гд комьюнити в гд комьюнити я довольно шумны и как бы комьюнити я могу быть агрессивным прям очень а в жизни в жизни тоже могу агрессивно писать настроение зависит ну все отличие отличие особо таки и есть могу сказать ну да я уже понял получается на этом мы тебя полностью охарактеризовали самые интересные вопросы получается которые тем возможно задать на данный момент исчерпаны зачем и чё ну что нормальный войс а пойдет эх ты полностью прям полностью абстрагировался от предыдущего образа ты должен был сказать нормальный войс все ладно бб